Родился 1 декабря 1959 года в деревне Микинино Московской области. Ныне входит в состав западного административного округа Москвы. В 1977 году создал группу «Закат солнца вручную», которая издает одноименный магнитоальбом в 1979 году и распадается в 1983 году. Тогда же создает группу «Постскриптум» «П.С.» вместе с Евгением Хафтаном, который издает альбом «Не унывай» в 1982 году. После ухода Гарика группа сменила название на «Браво», окончил Московский техникум железнодорожного транспорта «WWW МКЭКТ.РУ» Отделение 2904. Строительство железных дорог, путепутевое хозяйство. В послужном списке проектирования железнодорожной станции «Тушина». В 1987 году окончил Липецкое областное культурно-просветительное училище. Получив диплом режиссера театра, во время учебы познакомился с Сергеем Галаниным. В 1986 году вместе с Сергеем Галаниным создает принесшую ему успех группу «Бригадес». «Бригадес» привлек внимание кинопродюсеров, особенно после художественного фильма «Трагедия в стиле рок» Савы Кулеша, где снялась «Бригадес». В 1989 году. В 1994 году группа распадается. Сукачев набирает новый состав и исполняет новый материал. Так появилась группа «Неприкасаемые». Про его сценический образ пишут. Излишне напоминать, что имидж у него своеобразный. Гремучая смесь хулиганствующего пролетария и старого солдата, не знающего слов любви. В 1991 году организовал концерт «Рок против террора», на котором состоялось одно из первых в СССР публичное выступление в защиту сексуальных меньшинств. Летом 2002 года на студии началась работа над новым материалом под рабочим названием «Человек-привычка». В ходе работы альбом был переименован в «Поэтику». Туда вошли 10 произведений, три из которых – каверы, диск, «Поэтика», вышел в конце марта 2003 года. А от 8 до 9 апреля в ГЦ Казы, Россия, прошли презентации с участием приглашенных музыкантов и друзей Гаррика. 16 сентября 2013 года вышел новый альбом «Внезапный будильник», большинство песен которого и некоторые не вошедшие были представлены в эфире «Нашего радио», был вовлечен в дорожное происшествие. 27 мая 2009 года Сукачев на своем мотоцикле «Харли Дэвидсон» сбил человека. Пострадавший провел неделю в реанимации. Субтитры создавал DimaTorzok